Уважаемая госпожа исполнительный секретарь, ваше превосходительство. Расширение экономического и социального сотрудничества с международной ареной – это одна из главных целей Кыргызстана. Однако очевидно, что глобальная пандемия коронавируса сильно ударила по экономике всех стран. На 77-й сессии эската президент Садр Джапаров поделился мнением о том, как дальше развивать экономические отношения между странами-участницами эската в период пандемии COVID-19. В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию целей устойчивого развития. Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов, а ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии. Как отметил Садрич Апаров, в прошлом году в ходе политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый национальный добровольный обзор достижения целей устойчивого развития. Данный документ был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка. В этой связи мы надеемся, что Эската продолжит уделять пристальное внимание вопросам дальнейшего достижения целей устойчивого развития. Уважаемая госпожа Алишабана, уважаемые участники заседания, Кыргызская республика является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю. Данное обстоятельство значительно затрудняет наши возможности по ведению внешней торговли. В этой связи мы приветствуем поддержку Эската по линии специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Сегодня Кыргызстан нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Следовательно, страна заинтересована в привлечении иностранных инвесторов в страну. Как сообщил президент, для этого ведется активная работа над улучшением инвестиционной торговой политики. Наша основная цель – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов. В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения. В завершении своего выступления глава государства пожелал всем участникам заседания плодотворной работы успехов в достижении общих целей. Отметим, что на онлайн-конференции приняли участие лидеры стран-участниц Эската. Напомню, что эта международная организация, являющаяся одной из пяти региональных комиссий экономического и социального совета ООН. В организации насчитывается 53 стран-участниц и 9 ассоциативных членов.